В Хабаровский край приехала экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсель. Сейчас она живет в России и руководит геополитической обсерваторией по ключевым проблемам России при Санкт-Петербургском госуниверситете. Также она является партнером Центра «Амурский тигр». В напряженном графике Карин Кнайсель нашла время для посещения Центра охотнодзора по охране краснокнижных хищников. С подробностями наш корреспондент. На базе Краевого центра охотнодзора по охране амурского тигра находятся сразу два краснокнижных хищника. Первый – конфликтный. Его отловили в Лермонтовке Бекинского района. В селе он задавил трех собак. Тигра поймали охотоведы, его усыпили снотворным дротиком. В ближайшее время животного ждет осмотр ветеринарного врача, и только после этого определится его дальнейшая судьба. Сейчас он переживает некий стресс, и он понимает, что с человеком ему лучше не контактировать. И он понимает, что он лучше не контакт с людьми. Потому что, когда мы его выпустим в природу, у него уже будет понимание, что не надо ходить в поселке за собаками. Второй подопечный Центра – трехмесячный тигренок, которого в ноябре нашли сбитым на дороге в окрестностях села Вознесенское Амурского района. Сотрудники охотнодзора края доставили его в Хабаровск для проведения операции на двух сломанных лапах. Сейчас тигренок находится на реабилитации на базе в селе Сосновка. Долгие годы партнером Центра «Амурский тигр» выступает Карин Кнайсель. Раньше она занимала должность министра иностранных дел Австрии. Сейчас ведет научную деятельность при Санкт-Петербургском госуниверситете и возглавляет Центр «Геополитическая обсерватория по ключевым проблемам России». В Хабаровске первым делом Карин Кнайсель в сопровождении супруги губернатора Галины Дегтяревой навестила краснокнижных хищников на базе регионального управления охотнодзора в Сосновке, а также пообщалась с коллективом инспекторов. С Новым годом! Спасибо большое! С Новым годом! Мы ждем всегда приезжать в любое время! Тигренок, которого спасли в начале ноября в дикую природу, уже не попадет. После выздоровления его передадут в один из зоосадов страны. Сейчас краснокнижному животному выбирают кличку. Голосование проходит в телеграм-канале губернатора Хабаровского края. Пока лидирует вариант бархат.